Просто хочу поздравить тебя с праздником Рождества Христова и пожелать тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни. И держи свою марку, Володя Павловна. Скажите это слово. Ты вот такой вот человек. Слава Христу! Все, слава Христу! Все, отключайтесь давай. Слава Богу! С Богом! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Недвижимую Ты землю утвердил вначале. Теперь же в яслях бедных возлежишь. Твердь, видя чудо, содрогнулась и в ужасе безмерном восклицает. Свят, свят, свят Ты, Бог наш! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Пришел Ты, милостиво, к нам явился. Исайя провидел свет сего явления и рано утром радостно взывал. Вот, Дева породит святое славу. Так, я не понял вопроса. В чем вопрос-то? Я говорю, по телеку когда поедете в свою. По весне? Ну, когда потребуется, тогда я поеду. А сейчас там зима, там делать мне нечего. Вас совсем не видно. Как будто бы в муке какой-то. Вы там как-то сзади свет закройте или что, чтобы видно было? Да, подождите, я вам переговорю. Давай. Игнатий. Сейчас посмотрим. Отойдите подальше от экрана. Подальше, подальше, чтобы вас... Отшатнитесь от экрана. От экрана. У вас только лоб видать. Да нормально меня видно. Я что не вижу, что ли, как меня видно? Пройдите в другую. Направо от себя. Отхелеснитесь. А вы помните это? Я вам рассказывал, что я кирзавский, потому что... Я говорю, что видно было нормально. Ну, мне нормально видно. Шоу сразу ругается. Мне вас не видно, один глаз видно, только вы говорите, ну, мне нормально видно. Как же это нормально-то? Ну, давайте посередку посередку, вот как я стою, посмотрите. Право. Так, а вы блогер? Вы же блогер, да? Вы повернетесь направо или нет? Не, а вы блогер или нет? Если вы не покоритесь, я должен буду отойти и больше разговаривать не будем. Зачем вам нужно? Сядьте прямо, тогда будем говорить, вопросы задавать. Так вы блогер или нет? Вот, при данном. Не забывай, там такая, когда разуешься, сразу шагнешь на чистое. А тут валенки возьмешь, это холодно у нас. Мы дадим, тут все будет удобно. О! Ничего не забыл? А отец не поехал? Ну, все, главное, что приглашено, что мы не задираем. Теперь он не имеет возможности сказать, что мы без боли отца что-то делали. Так, это я хорошо. Ему все рассказал, чтобы ты не потерялся. Ну, ладно. Все. Вы напишите сейчас внизу, кто вы, что хотели. И пока не отремонтируйте, больше не заходите. У меня времени нет это, ничего не получается. У вас булькает, у вас ни одного слова нет. Ни одного слова нет. Полностью у вас разрушенный микрофон. Все пока на этом. Вы напишите сейчас. Здесь прямо напишите. Я принял вас, друзья. Напишите, что хотели и как. Сегодня уже вы не успеете. Завтра, начиная, ну, по Москве с четырех часов. Утро до четырех вечера. В это время. Ну, все, пока. Евгений. Мы отходим. Всего хорошего. Слава Богу. Все, садимся. Получается, как истинного православия. Что, прочитал? Она прочитала. У меня отец прочитал кучу книг. А отцу, отец начал критиковать, видишь. Ну, и у меня такой же тоже. Ой, это он там сам надумал? Ну, без такой критики он очень умный у меня. Он геодезист, топограф, составитель карт. Поэтому у него там свое. Игнатик, мы к нему подошел сейчас, ну, был когда. И спрашивает его, ты меня-то помнишь? Это он мне рассказывает отец. Я говорю, что ты ему сказал? Я ему сказал, конечно, помню. Я говорю, он тебя видит, что ты так ходишь. Я говорю, тебе кажется, что ты такой немножко спребобах. Не знаешь же, что ты можешь не просто дважды два четыре. Ну, ну, что ты хочешь, чтобы работал? С теодолитом. Игнатик, ну что, покажи, с теодолитом. Я говорю, ты же можешь штурманом работать? Он говорит, так меня бы хотели взять на море штурмана. То есть он может штурманом работать. Я говорю, Игнатик, ну что, в школе хотел учиться. Надо было ему сказать это. Он бы тебя заважал очень сильно и понял, что почему. Они же там все высчитывают, просчитывают. У них там глубины, вот эти все приборы. Местность, география. Это звезды. Да, конечно. От чего-то столкнулись. Так что, видишь, у каждого соля надо тут точку соприкосновения найти. Поэтому сразу побеждать никого не надо. И мы с сестрой тоже не будем биться там сразу. Да как Евангелие щит, как похолодно, по голове дать как следует. Как учат иногда. Ну, вы про занятия сказали. Ну, есть же как бы плечи на какие-то. Ну, вот, да, ну, не снимай, да, выручил. Почему занятия не поднимай, да? Нет. Болеют, есть такое, да? Да. Вы просто так, скорее, скорее. Мы просто констатируем факты, и все, никакой резкости. Я вчера позвонил твоей маме в половину седьмого. А она мне говорит, ну, да, все, попрощаюсь. Она говорит, а на занятия этот не вышел? Я говорю, а что, сегодня среда? Она говорит, да, я на занятиях сейчас. Я говорю, ой-ой-ой. Я быстро-быстро даю выходить. Побежал, выскочил. Говорит, что-то располнил. Выскочил такой, смотрю, роботов нету. Звоню, говорю, так, роботы почему не вышли? Ну-ка, выходите. Я отпалил, так же забываю. Так что ничего человеческое нам не чуждо. А вот не надо бы этого, конечно, забыть, что такое занятие. Поэтому пока, если надо, в следующий раз выйти. Вот так. Спасибо, Слава Христу. С Богом. С Богом. Ну, они слова Божьего еще не дочитали до конца. Вот ко мне выходили на медни, те, которые на занятия ходят двое. Петр Федченко и Фроликов. Я беседовал с ними. Ну, не тот, не другой. Ну, Евангелие Фроликов, говорит, прочитал вроде. Как говорят, вроде как прочитал. А Петр, говорит, я не дочитал еще. Если бы не наши занятия, так вообще бы не читали, наверное. А Ветхий Завет тоже говорить не приходится. Братья, вопрос можно? Смотрите, если бы есть сомнения в крещении, вот вы в людей, да? Я беседовал, есть сомнения в крещении, говорит, не помню, как крестили, не знаем. Так есть канун. Нет, если бы сомнения есть, нужно креститься, да? Канун. Да, да. Канун, который так и говорит. Какой? Ащи немало не сомневаясь в креститься. Ащи не крещен. Ащи не крещен. Не помню сейчас. Я тебя сниму, кстати. Ну, мы сейчас... Игнать Тихонич знает. Игнать Игнатьич, канун, где это... Если человек сомневается, что крещен... Шестой Сиреновский Собор, вот четвертое правило. Да, это он. Ничто... Он священник говорит, ащи не крещен. Все снялось. А в троекратном погружении, 50-е апостольское правило. 49-е и 50-е. Там 49-е подтверждается на священство. А потом... Тут никого нету. ...погружение... Погружение... А это не полное погружение. Это у меня этюды маленькие называются. А можно от врачей тоже? Да, это у меня.